Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Очень рассчитываю на то, что в постоянном режиме не покидаете волну, потому как здесь всякий раз происходит что-либо дико интересное. Ну, на наш взгляд. А нам кажется, что вы наши взгляды разделяете, и слава богу. Как обычно по будням, нынче в летнем режиме, четыре раза в неделю, пятницу мы отдали дачникам. Мне кажется, что это справедливо, потому что люди рвать себя будут на части. Дескать, в пятницу такая группа интересная. У меня там, понимаешь, надо капусту прополоть, полить капусту по пятницам, а четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, вы, естественно, надеюсь, с нами. Прежде чем представить коллектив, традиция есть традиция, предоставим возможность музыкантам сыграть свое первое произведение, сделав некоторым вроде официальную музыкальную заявку. И те, кто не очень знает, что это за группа, должны определиться сейчас, оставаться с нами на целых два часа, или чаю с ромашкой и баньки. Мало ли какие у кого планы. Итак, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. 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 Ужин поля Бельмондо, но миле месье и дамы курят, пьют вино и лгут про других господ Эфраум. Ужин поля Бельмондо, ужин подым со слезами, амитисты под руками, руки спрятаны в карманы. Это не новость для жан поля, лишние кадры, длинные титры, вернёмся белыми тиграми в холодные страны. Холодные страны Ужин поля Бельмондо, на лице остались шрамы от когтей любовниц. И от каблуков жандармов, ажан полю Бельмондо дописать был свой сценарий, ари, 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 одныть попало. И это не новость для жан поля, лишние кадры, длинные титры, вернёмся белыми тиграми. Это не новость для жан поля, лишние кадры. Длинные титры, вернёмся белыми тиграми в холодные страны. Холодные страны Не свистит концы сначала мне, умереть под одеялами. И это не новость. Завтра Кусто Это проект, который стал возможным благодаря, собственно говоря, творческому тандему. А теперь у вас стал четверо. Ну, в общем, будем все знакомиться и определяться, почему так произошло. Артём Кевраканс, гитара-вокал. Да, привет всем. Привет. Здоровайся. Вот в этот микрофон, да, ты понимаешь? Не-не-не, вот поёшь, вот говоришь. Всё понял. Во. Здороваюсь, привет. Теперь хорошо. Бас-перкуссия, Макс Иванов. Добрый вечер. Ну, и далее поехали. Неожиданно, но приятно, мы обнаружили, что сейчас вместе с завтраком такой почти... А, ужин уже, в общем, для многих. Вместе с завтраком Кусто, Катя Хмельевская на клавишах. Катенька, давай, здоровайся. Привет. Привет. Уж кого-кого её... И этого человека, Андрея Юренкова, тоже хорошо знают. Он на перкуссии. Ну, хотя бы... А, ты же не работаешь. Ах, ты не хочешь поздороваться. Привет. Хорошо, ладно, мы тебя слышим. Ну, вот, собственно, теперь этот состав, или это не теперь состав, а в некотором смысле эксперимент для ребят. Что такое? Почему у вас стало четверо? Это вопрос. Ну, как бы... Ну, потому что у нас на записи столько всего разного интересного, а мы выходим вдвоём, мы ничего не можем показать хорошего. Ну, мы тогда даже, в принципе, да. Какой ты же ещё не показываешь. Нет. А так, ребята, вот, нам очень помогают. Мы и концерты вот сейчас вот дали уже несколько, вот, в таком составе ещё будут у нас. Презентация альбома. Вот, в таком. Так что пока сложно сказать. Ну, теперь это общий, теперь это навсегда состав. Или всё же временный? Ну, пока эксперимент, а там, как ребята, там, то есть... Потому что, в принципе, мы играем редко. На метко. На метко, да. Поэтому будем, как бы, надеюсь, и дальше так... Сотрудничать. Сотрудничать, да. Хорошо. Ну, мы-то нисколько не против. Мне кажется, это действительно облагораживает, обогащает звучание. В любом случае, вы и вдвоём хороши. На удивление. И нас всегда это тоже так-то забавило, как можно вдвоём создавать такую потрясающую музыкальную гармонию. Но теперь гармония стала ещё более завораживающей, тем более с присутствием женских рук в коллективе. И женского вокала, в том числе. Сегодня, я так понимаю, вы презентуете свой новый альбом? Да. Ну, да. Вот, например, первая песня как раз была с нового альбома. Вот, она называлась «Бельмондо». Мы вообще позиционировали её как хит, но сейчас мы даже не знаем. Почему вдруг сомнения возникли? Ну, потому что как-то она прошла незамеченной для кого. Ага. Ну, да. Ну, так часто бывает, когда музыканты приносят свою пластиночку, говорят, вот, возьми, пожалуйста, премьерочку для себя найдёшь. Я говорю, ага, и мы знаем, кажется, что ты возьмёшь. Ага. Я слушаю, беру то, что мне нравится, и это довольно серьёзно ошибает народ. И музыканты мне потом говорят, а мы хотели, мы думали, другая песня. Я, в общем, давно убедился в том, что музыканты редко сами знают, где хит, а где нет. Просто потому что каждая песня, ну, это ребёнок, родной, близкий, эмоционный. И какие-то свои эмоции были вложены в эту песню, какие-то, может быть, серьёзные события. И поэтому кажется, что она прям крута-крута. Не, она хорошая. Но, возможно, не хит. Ты же понимаешь. Как называется альбом? Альбом называется Decadent Novo. Decadent Novo? Да. То есть вы даже здесь выпендрились. Молодцы. Конечно. Мы же без этого не можем, вы знаете. Не, молодцы, очень круто. Очень круто. Я сейчас сообщу, прежде всего, как с нами связываться. Мало ли, вдруг кто-то нас слушает в первый раз и, может быть, не очень в курсе. 4647. Это короткий номер для смс-ок. 4647. Пишите сначала свои, пробельчик делаете, а затем уже всё, что хотели бы адресовать коллективу. Сегодня по эфиру можете вопросы задавать, можете просто эмоциями делиться. Тоже важно. Группа. Группа своего радио ВКонтакте. Там всё очень просто. Своё радио Москов, если там имеете в виду после слэша. Заходите, смотрите, видите анонс. На анонсе фотография. Очень красивая фотография, кстати. Очень стильная. Там же в тексте анонса выделена группа Завтрака Кусто. Название коллектива выделено синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываете у них в сообществе. Ох, сообщество надо пополнять срочно. Очень срочно. Поэтому давайте вступайте в ряды сообщества Завтрака Кусто. И тогда будете получать всю информацию об их концертах, передвижениях, турах многогородних. В первую очередь. То есть вы будете вооружены. Потому что, как говорят, информирован, значит вооружён. Плюс к тому, можно видеть всё, что сегодня в студии, да, собственно говоря, всегда в программе «Живые» происходит. На сайт зайдите, своерадио.fm. Там сверху вы обнаружите плеер. В плеере слева онлайн-аудио. Это просто чтобы слушать справа онлайн-видео. Это чтобы смотреть. Кликаете. И вот вам счастье. Планетки Ру спасибо большое за оказанную услугу, имея в виду видеокартинку. Там же тоже есть чат, в котором тоже можно отписываться. В общем, мы стараемся обнаружить всё, что вы пишете, и самые интересные сообщения публиковать в эфире. Таким образом, задавая, возможно, вопросы или делясь эмоциями с музыкантами, присутствующими сегодня в студии. Давайте дальше. Что это будет? Как раз таки... Прикольный. Микрофон, да. Угу. Следующая песня как раз вот практически одноимённая с альбомом. Она называется «Декадент». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня завтрак кустом. Поехали. Золотой сергей он дарил по воскресеньям, Субтитры создавал DimaTorzok Над крышами громко звенья Повстречаю вас, как Дэнди Лондонский, одет добропорядочный Узнают из газет, что бритва и острый Я написал сонат, как мог, боитесь, детки Я как Александр Блок Я как Александр Блок Я как Александр Летела моя голова Над крышами громко звенья Летела моя голова Летела моя голова Летела над крышами Спасибо Спасибо Пожалуйста Я теперь буду всякий раз сам отвечать вам на ваше спасибо Не очень понимаю, чего так благодарить Подожди, еще ничего не закончилось Мы только начали Значит, вот что СМС-портал 4647 Он работает И СМС-ки приходят Свои пробелы дальше Сообщение Парни Был на вашем роскошном выступлении Вместе с группой Перламутром в апреле Чего? Я даже не понял, кто это Да, я тоже понял Максим огорошил меня тогда новостью Что завтра Кусто позвали на нашествие Неужели это не было шуткой? Нет, там немножечко, видимо Либо я что-то неправильно объясню На самом деле-то акулы на прогулке Были приглашены на нашествие И играли там тоже акулы В том и дело И я как раз об этом и хотел сказать Во-первых Чтобы понятно было тем, кто, возможно Не знает группу Завтра Кусто Это акулы на прогулке Только частично Здесь такая группа Акулы на прогулке Группа, играющая Совершенно иную музыку Я бы даже, может быть Ее куда-нибудь к панку ближе Туда определил бы По-хорошему Хотя, опять же Не люблю жанры и стили Но это я так Для того, чтобы вы понимали разницу Да, вот того, что они делают В проекте Завтра Кусто И того, что они же делают Еще с музыкантами, понятное дело В проекте Акулы на прогулке Поэтому меня удивила бы новость Если вас в этом составе Позвали бы, да На этот фестиваль Где русский рок превалирует Где русский рок Это такая святыня Которую, по-моему Подвинуть ничем уже Невозможно Значит, да-да-да Пишет Людмила Найденова Очень люблю эту группу Прекрасные звуки Прекрасные тексты Одно из первых мест В моем личном хит-параде Приезжайте в Варшаву Ого! Людмила живет в Варшаве Ну так занесло Судьба нелегкая Вот далеко от вас И в Варшаву Вы, я так полагаю В ближайшие дни Месяцы, недели Никто не знает Может, как обернется В Варшаву, кстати, да Легко попасть Да Да нет В принципе, легко Я знаю, где взять билеты Как полететь Или как поехать Это, конечно, не проблема Но раз уже заговорили об этом То какие-нибудь у вас Ближайшие концерты Туры намечены С презентацией альбома, опять же Да Давай, рассказывай Вот 16 июля Мы играем Вот в таком как раз составе В замечательном месте Оно только открылось Это антикафе Стероскоп, да, называется? Стереоскоп Стереоскоп Чем оно примечательно В принципе Ну, как бы Антикафе И есть антикафе Но там снимался Фильм Место встречи Изменить нельзя Пока где там Помните Там Володя Шарапов Прятался Когда увидел фотку на двери То есть Уже тогда это было антикафе Ну, в принципе, да В советские годы Да, тогда тоже платили Минутно Конечно, там все изменилось То есть Там более уютно стало все Но прям, да Действительно Там все Узнается По помещению Что ты именно там Снималась Это 16, я так понимаю Да, 16 июля Да, 16 июля И все А еще? Пока хватит Ну, еще сейчас Буквально Как раз Нас в Питер позвали На какой-то фестиваль Вот, причем Завтра Кусто Но, правда, они Когда узнали, что мы из Москвы Они чуть-то были уверены Что мы из Питера Потому что как-то раз Я там туда писал Да, и по пятнам Ну, вообще Петербуржцы Они люди Весьма Своеобразные Они считают Если группа играет Хорошую музыку Значит, она обязательно Из Санкт-Петербурга Других вариантов Других вариантов Они не рассматривают Когда удивляются Московская группа Ну, надо же Говорят они А такую классную музыку Играют Я не говорю Что это снобизм Но это уже привычка У них Так вы Хорошие все ребята Мы их очень любим Но как-то вот так Так что презентация Будет 16 июля Стереоскоп Да, совершенно верно Вот так По сути дела Сегодня презентация В радиоэфире Ну, можно, да Мы спаем почти все песни Ну, хорошо Не все, безусловно Пускай интрига останется Но эта презентация Первая Большая Да, да Клёво Спасибо вам за то Что вы именно у нас Это делаете Мы это очень ценим Правда Вот что написал человек Под именем Максим Зверев Это наш постоянный слушатель Из Домодедова Я уже выучил Он постоянно так подписывается Пишет вот что Что такое завтра кусто Спросите вы меня Буду краток Это музыка Нечто большее Чем просто набор нот и слов Их музыка для эстетов Ну, или просто для людей с мозгами Их музыка дергает Самые потаенные струны души И погружает в себя Как в теплую ванну А вокал Ну, в общем, одна из любимых мной групп С глубоким уважением Ко всем присутствующим Ваш слушатель из города Домодедова Максим Зверев Спасибо вам Судя по наличию В этом городе Такого активного слушателя Я думаю, что Первый ФМ-передатчик Который поставит Радиостанцию Свою радио Будет в Домодедово Будем так По регионам По районам города И области Шутка Обращайте внимание Это я просто Все еще обыгрываю Историю Которая вчера началась Насчет ФМов И все такое Так вот Одвинемся мы дальше Есть какое-то сообщение Было Волшебство Вот Александр Берлиц пишет Стою в пробке на Ярославке И под такую музыку Меня это нисколько Не напрягает Ну, ведь хорошо же сказано Отлично То есть музыка Человека в пробке Вот ваша музыка Не напрягает Замечательно И стоянка сама по себе Вынужденная тоже Не напрягает В общем, ради этого Песни и пишутся, мне кажется Чтобы люди радовались И не напрягались Или если напрягались То не сильно Потому что сильное напряжение Иногда Повышает давление А мы стараемся Как раз таки С этим бороться Что дальше будет? Да, кстати Вот такой важный момент Когда будет песня Не из альбома Да Не из Декадентного Да Не из Декадентного альбома Ну и как хорошо Да Так вот Когда будет песня Не из него Обязательно скажите Об этом Ладушки Хорошо Давайте дальше Что это будет? Следующая песня Называется Таино Ха-ха А эта песня В премьерах В эфире своего радио Достаточно активно крутится И я уверен Что сейчас Те, кто услышит ее Сразу же воскликнут Вау Это же хит своего радио Погнали Как всегда Живой звук В программе Живые Звезды Разрезали Крупкий воздух Острыми шипами Сердцем Вонзались Североси В лучших ресторанах Порто Рико Где на вечерних платьях Дамы И немного скучно В тайне Мы выпьем Огненной воды Там, где в тайном Тацуют Расставляем мы точки И мы попрощаемся Скинем Один Кровом Раз И Навсегда Звезды С неба Голливуда Пали Все К ее ногам Смеялась Топтала Каблуками Пусть он Был Или Бог Гарт Может Даже Франтина Отраст Так В тел Остертина Спокой В тайне Мы выпьем Огненной воды Там, где в тайном Танцуют Расставляем мы точки И мы попрощаемся С кинематографом Раз И Навсегда В тайне Мы выпьем Огненной воды Там, где в тайном Танцуют Расставляем мы точки И мы попрощаемся С кинематографом Рас Нам всегда Нам всегда Я Мы выпьем Мы выпьем Мы выпьем Мы выпьем Всегда смылись. Красивенько. Ну вот, когда вы говорили там про хиты, когда я услышал песни с альбома, почему-то мне показалось, что именно это хит. Ну, как минимум, один из главных хитов на этой пластинке. И посмотри, что пишут люди. Ура! Классная композиция. Илья Тиняков. Светлана Кольникова пишет. Очаровательная танго, например. Роман Беспалов, который редко хвалит, в принципе, вот эта интересная песенка, пишет он. То есть, вы, если что, обращайтесь с новым материалом. Будем разбираться, где хит, где не хит. Но эта песня точно работает. И однозначно ее полюбили. Это очень круто. Дмитрий Дворецкий пишет. Смотрите-ка, что. Сори за офтоп. Про дачу. Я сейчас на даче в Беларуси. Еду через ближайший лес на велосипеде и слушаю завтрак кустов живых через мобильный нет в наушниках. Так что эта отмазка с пятницы для дачников не прокатывает, Семен. Под живых и картошка веселее копается. Ну, хорошо. Пусть это будет отмазка. Просто мне кажется, что мы правильно поступаем. Мы, мне кажется, немножечко даем возможность мозгу людей летом разряжаться. А потом с сезона, вот с сентября опять перейдем на пятидневный режим и все пойдет так, как и должно идти, так, как должно было катиться. Чего ты ей показываешь? А, песня какая будет? Я думал, гаджеты, листочки Кате начали рисовать в глаза. Что касается звука, Константин Твердый пишет, звукорежиссер, ну, конечно, крут. Северин Сергей Дебальский здесь, звукорежиссер программы «Живые». Помогает очень активно, периодически нам. Спасибо ему за это большое. Он уже, мне кажется, время от времени ключевую-то и подзабывает, начинает все как-то к нам. Нет, да, нет. Вообще звукорежиссер группы ключевая, ну, так, на всякий случай, чтобы вы понимали, какого уровня звукорежиссеры работают в программе «Живые». Скажите-ка мне вот что. Мы в прошлый раз об этом говорили, да, акулы живы и будут жить. Завтраку стоит тот проект, который не погребет под собой акул на прогулке. Но с тем, как вы сейчас развиваться, продолжаете, да? Уже вот у вас хороший перкуссионист, который занимается тем, что делает замечательную работу. Очень классно. Я сижу, понимаю, что удовольствие я получаю определенно. Кань Кмелевская, ничего себе, так, на секундочку. Клавишница. Да, и вокалист, да и человек замечательный. А действительно, вот теперь у меня возникает уже опасение, что группа акул на прогулке на самом деле останется для вас историей. Было бы жаль, на самом деле, коллектив-то замечательный у вас. Да нет, не останется. У нас сейчас большие планы вообще на будущее. Осенью альбом должен, наконец, выйти. Ну, вы же помните, куда надо перенести, чтобы понять, какой хит, а где не хит. Да, это все в первую очередь всегда. Спасибо. Спасибо большое. Сколько времени писали этот альбом? Вы когда у нас в прошлый раз были? Когда были-то, кстати, я забыл уже. В январе были. В январе. Ну, полгода уже больше прошло. Сколько писали этот альбом? Около года. Около года. Ну, правда, мы там перерыв делали, потому что мы записывали вот такой эпи Общества мертвых поэтов, да, и поэтому мы, грубо говоря, записали одну или две песни, и даже одну песню, потом сделали перерыв на эти три песни записали. Вот просто мы делаем такую программу Общества мертвых поэтов, где поем, играем, переигрываем песни разные каверы на уже умерших людей, то есть как вот Вертинский, Виктор Цой, и что у нас? А, и Веня... Ты неправильно сейчас сказал. Цой жив. Ну, Цой жив, да. Ты стену видел? На стенах правду пишут. Что-то я сейчас, да, не туда пошел. Ну, да, в общем, мы планируем вообще сделать из этого ежегодную рубрику такую, и каждый год записывать по три песни, причем каким-нибудь странным способом. Вот Тот и Пим мы записали в лесу, например, мы там отмахивались от комаров по очереди, там я от Макс играл, там я там от него... От меня отмахивал, потом я от него командовал. Сейчас хотим где-нибудь, может быть, на крыше или в городе такое что-то, чтобы на улице, чтобы машинки тоже были. Да, то есть, еще, Вонечку, вы записывали, я так подумал, что просто вы придумали ее в лесу, или вы ее прям записывали? Да, и все это записывали в лесу. Принесли компьютер, да, микрофоны, все поставили, так и писали. Обалдеть. Вчера с Канворда были здесь, играли тоже свой новый альбом, у нас в этой неделе прям вся богата на новые альбомы, и завтра группа тоже с новым альбомом, и послезавтра новая программа у коллектива. Елене в этом, они написали песню «Попутись сюда», как я понял. Они из Иваново, и у них автобус, микроавтобус, ну, газелька такая, как маршрутка. Они пока ехали всю эту дорогу, да, написали песню, успели ее здесь. Реально. Как они успели? Говорят, репетировали прямо в автобусе. И, в общем, так прозвучало, как будто бы этой песне уже несколько лет. Роскошно. Я поэтому и подумал, что вы в лес уходите просто, чтобы вдохновение накрывало, а вы там песни пишете, что ли? Да не то, что пишем, это же не наши песни. Ну, неважно, записывайте. Вы производите там материал на свет, получается. Кстати, очень тоже важный момент. Я все думал, сказать, не сказать, но мне кажется, было бы несправедливо, если бы я об этом не сказал. Андрей и Катя, которые помогают завтраку Кусто, вот в этом экспериментальном составе, вообще-то музыканты проекта «Трижды три». Говорят, что нами любимого проекта, между прочим, чудесного проекта, чьи песни тоже крутятся в ротации своего радио, и мы этому сильно рады. Я не мог этого не сказать. Это очень важный элемент. Мы тоже большие любители этой группы. Вот, да. Они замечательные. Правда-правда. Пока счастливы. Как приятно, когда человек счастлив. Такая радость верить улыбку на лице человека. 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а дальше уже все, что хотели бы адресовать группе. Ну, опять же, вопросом могут быть эмоции, впечатления. Делитесь всем, что сейчас у вас есть. Нет, это мимо, это не то. Это, в общем, не о том речь шла. А, нет, у нас просто троллики появляются периодически. Я их нежно люблю всех, но иногда хочется послать по прямому адресу, конечно. Так, значит, однако все время мучилась. Что же мне эта танго напоминает? Синоптики группы Наутилус, Помпилиус, вот что. Вы когда-нибудь думали, что эта танго таина может напоминать песню известного коллектива? Может, это могло вообще так получиться, потому что мы как-то раз даже переигрывали синоптиков акулами на прогулке где-то в таком стиле похожат, да? Ну да, где-то так. Это год восьмой где-то был, седьмой-восьмой. И там, кстати, да, басовая партия как раз в этом месте такая. А, вот видишь, как все. Так вот чем, вот она, видишь, какая чуткая аудитория, между прочим, у своего радио. Какие замечательные у нас слушатели. Я их нежно всех люблю, кроме Толика. Толик редкий говнюк, по-другому не сказать. Ну, знаешь, вот удивительная вещь. Человек каждый день сидит в чатах у нас. Каждый день пишет хрень. Его банят, он придумывает новое имя. Но по почерку, ну, имея в виду, по стилистике, сразу понятно, что это Толик. И этот Толик уже стал именем нарицательным таким, собственным практически. Мы теперь уже не троллями называем, а Толиками. Потому что удивительная способность человека ни черта не делать, вот у кого дачи точно нет, так это у Толика. Сидеть и писать всякую ерунду. При этом с таким серьезным лицом, как будто бы он сейчас делает большое важное дело. Да, и вдруг наткнулся на сообщение, понял, кто это, сказал себя «не-не-не-не», назад, назад. А давайте петь, что это будет? Сейчас будет старая песня с первого альбома, она называется «Глаза». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Завтрак густом». Поехали. Мы ля-ля ляжем с тобой на тёплую землю За леденьями коплями виски мы тушим тела И в плачным английским воздухом ты Дышишь как-то несмело, а я Я боялся твоих обещаний остаться со мной Мне снятся иногда твои большие полны льда Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Мы заплетали цветы, грязные волосы дым Мы с тобою на пристани, пристани дышим одним Влажным английским воздухом и Поцарапали небо бинты Ты боялась моих обещаний остаться с тобой Мне снятся иногда твои большие полны льда Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Мне снятся иногда твои большие полны льда Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Они гусают, они не тают Мы ля-ля-ля-ля-ля-ля-жим на тонкие острые травы Я касаюсь дна, они гусают, они не тают Спасибо 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 Пожалуйста Всегда пожалуйста Можно я Катю к микрофону позару? Конечно Катюш, иди сюда Иди, дорогая, иди У меня к тебе вопрос Ну, с одной стороны, я понимаю, что сейчас ты скажешь Подними к себе микрофон Когда девушка стоит в такой позе, мне как-то неловко Давай тогда Или присядь Вот тебе даже Мужчина Артём, молодец У меня к тебе вопрос Ну, зная тебя достаточно давно И зная проект сам по себе трижды три Понимая прекрасно, что эта музыка, наверное То, что делает завтрак, близка В некотором смысле По каким-то канонам Всё же вопрос возникает Зачем тебе это? Ну, вообще, я думаю, не лишним будет рассказать Историю нашего блистательного знакомства Давай, расскажи, пожалуйста Дело было так Мы вместе с проектом трижды три Писали первый альбом герои Писали мы его на студии Марсу Димы Зайцева Вот И, собственно, этому человеку Мы обязаны нашим знакомством Потому что Однажды После того, как я приехала к Диме И записала там Какие-то очередные клавиши Вокалы там Чего-то там В наш альбом И оставалось буквально полчаса До того, как я должна была бежать куда-то там Вот И я надеялась просто спокойно расслабиться И попить чаю Не тут-то было Как бы Дима сказала Ты понимаешь, дело в том, что Мои друзья Группа «Завтрак кусту» есть такие Они, типа, написали музыку к фильму И нужно сейчас вот Быстренько вписать рояль туда Потому что там по сценарию Тетка в фильме играет на рояле Как бы вот под их песню Ты подумала, вот дура, тетка Ну не сиделась дома Ну чего-то я сейчас хотела уже Собраться уйти, тетка возьми Ну и пипец, конечно Я такая думаю Блин, ну ладно, окай Говорю, давай включай, короче, песню Послушаем, что там Он включает песню Я такая Хобана Вот это я понимаю Вот это отжиг Ну и давай там, короче Играть какие-то нотки Записала А ребятам раз и понравилось Они такие не обломались Найти меня вконтакте Написать мне спасибо Там все дела Мы познакомились Я послушала другие песни Как бы прониклась Вот И с этого все началось Потом вот я им там вокал записывала В одну песенку Потом еще в одну записывала Громошечку И вот сейчас мы уже играем вместе Но мне лично для меня Это вообще Очень приятное времяпрепровождение И прям я вообще кайфую Да я вижу Она и пришла с таким кайфом в глазах Я даже удивился Думаю интересно Чего она такая счастливая А что за песня была Которая первой стала Черный джин Сегодня она не прозвучит Прозвучит Вот Это тоже важно Мы тогда узнаем Как раз то произведение С которого и началась эта дружба И это сотрудничество А теперь у меня к тебе вопрос вот какой Понятное дело Что проект 3D3 Проект который не собирается Закрывать и сворачивать Своё творчество Да В смысле нет В смысле нет В смысле да Нет но да Мы поняли тебя о чем Но если вот сейчас Давай так предположим Я бы хотел чтобы так и было Проект завтра Кусто Начнет набирать обороты 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 Пойдут концерты Туры Стадионы Большие собирать будет группа Ну я имею ввиду стадиона В плане Зрителей Много должно быть Да Как ты будешь успевать Ну Я надеюсь что я буду успевать точно так же Но за деньги Артём ты понял Ну и потом мы как группа 3D3 всегда скажем Позови меня с собой Как бы Брал Спасибо большое Надо двигаться тогда дальше Ещё раз напомнить хочу Что сегодня здесь завтра Кусто Со своим новым альбомом Альбом который на мой взгляд Очень успешным получился Правда Ребята хитами называли другие Ну считали другие песни В отличии от того что мы Нет Тайна мы тоже считали хитами Тайна тоже считали Мы же хиты все и отослали Ага Мы все свои песни считаем хитами Ага Хорошо ладно Немножко по другому тогда вопрос стоит Что будет дальше Вот мне тоже вопрос А дальше кстати да А дальше будет Не спик ли бер Это опять старая песня Ага А потом ещё ну так чтобы разбавить немножечко Да Не спик ли Не ожидал что ты будете её петь Не 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 Ага Интересный поворот Список не составили пока Не важно Не важно но Песня которую знаю тоже кстати Которую действительно любят Как всегда живой звук В программе живые здесь сегодня Завтрак кустом Погнали Все готовы да Наверное За двести тысяч не продался он За двести тысяч не продался он А остался рот Как летом Поверя в нем Самой И не просохнет Ни за что Однажды Утому сыграет В рот Под легкий шепот Мой Выстрел Он Не спик ли бер Да твою душу брода Охотники за головами Будут очень скоро На карту Точно Не слез Свои координаты Не спик ли бер Ни баба Ни в засаду Давно Покинул Он свой дом Объем Все так же тихо Плачет Воня Под аккордеон А рядом Пляшут дети С верным Псом Не приходят Письма Однажды Ночью Он вернется В порт В огромном Черном Черном Ящике Он Не спик ли бер Бо твою душу брода Охотники за головами Будут очень скоро На карту точно Но не слез Свои координаты Не спик ли бер Не попали в засаду Не спик ли бер Бо твою душу брода Бо твою душу брода Охотники за головами Будут очень скоро На карту точно Нанесли Твои координаты Не спик ли бер Не попали в засаду Спасибо Студия рукоплещет Ну в общем Понятно почему Я Вы знаете какой Феномен для меня был На самом деле В свое время Когда мы Узнали о группе Завтрак густой Я уж сейчас не вспомню Как это случилось И каким образом Попала эта группа В поле нашего внимания Не помню Правда Даже не хочу время терять На то чтобы вспомнить Но попала Вот тогда Одна из первых вещей Которую мы услышали Все Здесь Я имею ввиду Команда своего радио Была какаинетка Песня Вертинского Не знаю Будете вы петь ее сегодня Хорошо Я так разведку боем Произвожу периодически Она произвела У меня впечатление Прежде всего тем Как тонко Изящно И прежде всего Точно был пойман Как раз таки стиль Господина Вертинского Следующее произведение Я уже Может быть действительно Знакомить с вашим творчеством Нужно начинать с какаинетки Мне так почему то показалось Потому что Умение Чутко И я бы сказал Ловко Улавливать Нотки чужого Исполнения Нотки чужого Сочинительства Не свои Да ну не каждому А дальше уже пошли другие песни Само собой Много чего Хотел сказать Пришлось С удовольствием прослушал Давайте так Много и понял Ну что у группы Совершенно уникальное Удивительное лицо В этой связи вопрос Вы когда-нибудь Встречали На своем пути Коллектив Близкий вам по Духу По звучанию По самой по себе Конструкции Той музыкальной Которую вы творите Ну Я вот не то что там встречали Не встречали Мне хотелось бы Чтобы мы Даже что-то у нас Может быть было от группы Тайгер Лилис Именно по музыке Все-таки тексты Это у них такие Своеобразные Ну там весьма непросто С текстами Да Так Да Я поднапрягся легко Так Ну и что Ну да вот По музыке Очень даже интересно У них такие тоже там Прям Ну даже и декаденство И прочее Все-все шалости 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 Вот Я не знаю Может ты что-нибудь Можешь такое сказать Ну именно по стилю Или по духу И по духу Нет по стилю наверное Что-то можно встретить По духу Ну по духу Трижды три Пожалуйста Сразу Да вот так Друзья по духу Рик Явик Ребят Индиана Проджект Ну это по другому духу друзья По другому духу Ну да Дух он и в Африке дух Ты поляну не поли Дух Я говорил как раз о том Что Как вы умудрите складывать Совершенно неожиданно Понятные Простые Вот тексты Сами по себе Они не являются Каким таким Замысловатым вывортом Да Тексты очень хорошие Без дураков хорошие Но Это не та история Которая Знаешь как Такого Послевкусия После хорошего Французского Дорогого Или как Много выдержанного Вина Вот реально И это самое ощущение Оно меня не покидает до сих пор И тем более Я когда слушаю и новые Ваши песни Понимаю что оно остается Даже терпким Еще более терпким становится Я просто пытался как-то Может быть красиво Или некрасиво Но найти метафору некую Что за музыка Группа Завтра Кусто Так вот Наверное я могу сравнить Свои ощущения Как раз С послевкусием Хорошего Классного Пускай не французского Любого Неважно Дорогого Такого классного Классического вина Вот на мой взгляд Это и есть музыка Завтра Кусто Хотя они-то об этом Конечно никогда не задумывались Дайте туда Да Ну это я еще Пофилософствовал чутка Извините Нам понравилось Мне самому в общем Была попытка понравиться Самому себе Не получилось Бог с ним Главное что я все-таки Сумел свою мысль Как-то высказать Выродить до конца ее Потому что не мог найти слов Вот иногда бывает Когда все понятно Четко и сразу У тебя рождаются фразы Которые бах 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 А иногда бывает Надо найти эти слова Надо их как-то Обрести в смысл И расставить Какие-то акценты Не всегда получается Не всегда получается Сегодня вышло С трудом Вспотел Но вышло Давайте дальше Что это будет Следующая песня С нового альбома Она называется Ван Гог Угу Все? Да Ну просто мне казалось Ты хотел продолжить Мысль с Ван Гогом Да нет Но хотел продолжить Это на самом деле Довольно старая песня Вообще она очень старая И вот мы решили ее Да Была она Песня группы Акул на прогулке Ну не то что Акул на прогулке Ну мы пытались сделать Как скажем так Ну пытались А сколько лет она лежала? Шесть наверное Шесть да А почему так вышло что сейчас Через шесть лет А она в альбом прям идеально подходила По этому По духу вот То есть у нас Там встречается И Мон Мартр В этой песне А вообще у нас Французский Французский получился Немножечко альбом да Причем не специально не делали А просто то в одно Где-то Париж проскочит В принципе только Париж и Мон Мартр Грубо говоря и проскакивают у нас Да? Ну там еще что-то Прискочило Ты пока не помнишь Сейчас споешь вспомнишь Что там еще собственно Должно проскакивать Окей Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня завтрак густом Поехали Винсент Ван Гог Любил абсент И теплый крок И лучший друг Втянул его в этот ворот И сороки Держались нежно На полотне Слэн дым Дополнять океаны От ноженых дам И плакали Не быть Вместе А Поль Гоген Своим холстом Вивом Альберт Он был влюблен Эннамон Мартрэ Каждый вечер Снился сон Они в подсолнухах На полотне Слэн дым Дополнят океаны От ноженых дам И плакали Не быть Вместе А гений их Был незамечен Ухмылялись дураки Кончались Кончались Краски Оставали С нами ли Тянулись Губы На полотне На полотне Слэн дым Дополнят Океаны От ноженых дам И плакали Не быть На полотне Слэн дым Дополнят Океаны От ноженых дам Мы плакали Не Быть Им Вместе Быть Им Вместе Очень живая и трогательная музыка Плачу Пишет Изи Войс Так зовется человек Ну Я бы не стал плакать По-моему она все-таки жизнеутверждающая музыка Но хмелеть Вот такую Захмелеваю Ага Да Захмелеваюсь в каждой песне все больше Действительно Вкусная Хорошая Многолетней выдержки вино Эта музыка Завтрак Мне уже нравится эта метафора Все я уже к ней привык И кажется что я в общем-то Прав В своих ощущениях Эту песню уже слышал Похожую Пишет Максим Васильев Правильно Шесть лет песни да? Да А мы в прошлый раз все тоже В прошлый раз сыграли Кстати говоря Кстати мы мимо своего радио без Так сказать Премьер не ходим Да Мимо Тещиного дома я без шуток не хожу То Ван Гога да Покажем То еще что-нибудь новое Декадент нового Покажу Хорошо сейчас Хороший был ход Правильно У нас даже сегодня подготовлено кое-что новенькое Ну если мы успеем Подожди вы презентуете новый альбом При этом ты говоришь у нас что-то новенькое приготовлено Она даже в альбом уже не вошла Она уже в четвертый войдет А то есть совсем новенькое Вот такое которое нигде никогда еще никак Ну да но это еще неизвестно Ну может мы не Подожди Ты уже сказал Что значит неизвестно Ты уже сказал Все я же теперь С тебя не слезу Я же теперь буду требовать этого уже Раз ты уже сказал что вы это приготовили Давайте Там когда придумаете В тот момент когда нужно будет Вы как не забудьте об этом Послушайте Ну в любом случае Опять таки глядя на вас уже не в первый раз Я опять задаюсь вопросом Откуда вы такие взялись Скромные тихие Обаятельные молодые люди Которые между прочим Смогли собрать вокруг себя Таких же тихих Ну в смысле я не честно говорю тихих Конечно хмелевская может загнуть Да Но я имею ввиду вот тихих По душевному своему статусу Скромных Обаятельных Талантливых людей Откуда Это Образование мамы с папой Воспитание мамы с папой У каждого из вас Ну конечно не без этого Интеллигенция В прошлый раз В прошлый раз В прошлый раз мы не поговорили об этом А теперь я хочу Кто у нас мамы папы Давайте мы вспомним родителей Это всегда приятно мне кажется А ноги Геологи Геофизик Ну папа геофизик Математик Доктор наук Просто мама Геофизик Геофизик Он не задавал я так понимаю Диссертацию он не писал Ну папа кандидат по-моему А кандидат все таки мама Да Вот это кстати я не знаю Как же так то Папа доктор наук, мама кандидат наук. Геофизики оба. Да. Клёво, клёво. Клёво, Макс. У меня мама всю жизнь работает в Центробанке, а папа на заводе. Ну, хорошо. Папа кем работает? Ой, а вот как-то... Нет, нет станки, кто там чинит, как это называется. Слесарь. Да, точно. Слесарь. Слесарь ремонтик, наверное, так это называется. Да, да, да. А мама где? А мама в Центробанке работает. А вот кем тоже не знаю. Как же так-то? Ну, вот так. Ну, хорошо. Но мама хотя бы рассказывала. Работу на дом брала когда-нибудь? Нет. Если бы... Ну, хотя бы рассказывала, чем она занимается-то. Центробанк это, между прочим, не хохры-мухры. Ну, да. Ну, я, честно сказать, даже не интересовался никогда. Не надо это всё. Неинтересно было. Ну, то есть у вас туалет не заклеен бракованными купюрами? Ну, конечно, заклеен. Вот. Об этом и надо говорить. Какими бракованными действующими? Почему? Я просто знаю историю. У меня у приятеля кто-то из знакомых, тоже работал в Центробанке, и всякий раз жаловался. У нас приносят вот эти вот, ну, бракованный подстанок, да, когда печатают деньги. Возникает брак. То ли перекос какой-то, то ли ещё. И их уже никак не использовать. Там понятно, что размазаны краски, нет, как называется, вот этих вот водяных знаков и так далее. У человека вот так дома разбросаны просто эти листы с деньгами. Нарезаешь, вот тебе денежка. Но она фальшивая, понятно. Поэтому ими обклеивали даже на даче стенки дома. Стенка, обклеенная деньгами. В этом плане я хотел бы некоторое время поработать в Центробанке, ну, в том плане, чтобы иметь такую возможность, да, потом кичиться этим. Там у меня в туалете стенки деньгами обклеены. Давайте дальше. Надо понимать, что сейчас мы заканчиваем... Как так? Час уже прошёл. Слушайте, нам сейчас заканчивать уже надо. Что у вас под финал этого часа заготовлено? Под финал у нас как раз-таки неожиданно кокаинетка. Неожиданно, сказал он. Но понятно, что у нас ещё целый час впереди. Это я сообщаю тем, кто, может быть, не очень в курсе того, как строится эфир. После кокаинетки, что логично, мне кажется, мы ненадолго прервёмся, обсудим, так сказать, сложившуюся ситуацию, поговорим о том, о сём, подышим чутка, ну, а потом, понятное дело, продолжим программу. Другое дело, что ещё один момент очень хотелось бы. Надо напомнить, как народ спрашивает правильное название альбома, который вы сегодня презентуете. Декадент Нуво. Нуво. Да, как арт Нуво, грубо говоря. Через дефис. Нет. Просто так. Да, без дефиса у нас. Ну, мало ли. Декадент Нуво. Вы что-то спрашивает народ, и я хотел, чтобы название точное, чёткое было произнесено вами. А ну, знаешь, как, может, что-то недослышал, где-нибудь ляпну, напишу, не то. Люди потом будут забивать, искать в гугле и находить какую-нибудь хрень. Совсем не то, что нужно. Готовы? Да. Готовы. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня завтра кусток, кстати, песня, с которой мы с этим коллективом и познакомились. Поехали. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Что вы плачете здесь, одинокые, глупые, деточки? И кокаином распятым в мокрых бульварах Москвы. Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка. Облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. И я знаю, что крикнув, вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы умрете на этой скамейке кошмарной, Ваш сиреневый трубек окотает саваном тьма. Так не плачь, не стоя, моя одинокая ниточка. Кокаином распятым в мокрых бульварах Москвы. Лучше шейку свою затяните под дужем, корженечка. И вступайте оттуда, где никто вас не спросит, кто вы. И вступайте оттуда, где никто вас не спросит, кто вы. Сегодня в живых группа «Завтрак Кусто» со своим новым альбомом «Декадент Нуво». Это презентация, большая презентация, соответственно, на публику. Эти песни, если и игрались, то, может быть, так только в качестве эксперимента. А сейчас это все уже показательное выступление. Слава богу, что у нас, мы очень рады всегда, когда что-то новое происходит именно на своем, для того станция и создавалась, чтобы все новое звучало здесь. Прежде чем вы споете дальше, ну, пауза-то была большая, я все-таки не могу удержаться, прочитаю сообщение от человека с ником Константин Твердый. Вот здесь, правда, единственное, что я слегка притупел, когда читал это сообщение, потому что человек путает немножко себя. Ну, я не очень понимаю, мальчик это или девочка. Думал, мальчик. А в итоге это было настолько круто, что аж писать ничего не хотелось. Ушла в глубины. Потом вдруг, наконец-то, понял, почувствовал. Потом в ротации цеплялась. Да не за то, видимо. А сейчас понимаю, насколько это близко. У меня больше нет слов спасибо. Константин, у меня к вам большая просьба. Давайте определимся, вы у нас кто? М или Жо? Самая любимая песня у группы пишет Юлиусова. Между прочим, Хитяра Радио пишет Илья Тиняков. Браво от Максима Васильева. Хороший перерыв пишет Алексей Макеев. Спасибо, очень красиво, по-настоящему добро, Максим Голкин, кузнец. Вот, знаете, как хорошо получается, что люди, как и мы, зацепились за эту вещь. А дальше уже пошло знакомство с коллективом. Так что мне кажется, что именно в этой песне, который финалился в прошлый час, очень много души и очень много того, что есть в такой группе «Завтрак уста». Что будет дальше? Дальше совершенно тоже, опять же, неожиданно будет еще один кавер. На этот раз на песню Александра Малинина. Да ладно? Вообще, да, несложно. По-моему, ты сам опешивший об этом говоришь. Да. На песню Малинина. Да. Как называется? Она называется «Эссидора». Бог ты мой. Вот для меня это сюрприз так сюрприз, правда. Давайте, как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня, завтрак уста. Поехали. Из-под колеса отлетает пыль, дьявольская езда. Остановите автомобиль, дамы и господа. Ну вот все и кончилось, вот и все. Кругом пошла земля, шарф накрутился на колесо. И это была петля. О, Ассидора, дунка, нам случайности вечно грозят. Нам случайности вечно грозят. О, Ассидора, дунка, а в Париже афиши висят. О, Ассидора, просите шахтера, чтоб ехал назад, чтоб ехал назад. Скрипки настроили голоса, третий звонок погас. Карманные воры, комс и комса, вертятся возле газ. Но вышел директор и так сказал. Дамы и господа. О, Ассидора, дунка, а в Париже афиши висят. О, Ассидора, дунка, а в Париже афиши висят. А в Париже афиши висят. О, Ассидора, просите шахтера, чтоб ехал назад, чтоб ехал назад. О, Ассидора, дунка, а в Париже афиши висят. Да, неожиданно. Правда, неожиданно. И народ-то как реагирует на это, между прочим. Внезапно так, внезапно, пишет Юля Усова. Андрей Демян, судя по всему, я такой старый, что могу сказать. Похоже, каналья, похоже. Светлана Коваленкова, что пишет, слегка вибрирующий вокал, вкусная изюминка, передает этой песне особенный шар, шикарный. Ну, и так далее. А вот, кстати, Юля пишет, я уже столько лет забыла, что такой исполнитель-то есть. А сейчас вдруг в голосе что-то было такое забыто знакомое. И послышалось как будто. Может, просто песня знакомая, вот и услышалось. Потрясающе и красиво. Супер. Супер. Андрей Архипов, да что же вы делаете-то? Ну, е-мое, ну так нельзя. Я же без денег останусь. Красиво. Сейчас я объясню, почему. Красиво так как. Боже мой, я в космосе. Не забудьте дернуть за веревочку и верните меня на Землю, обетованную в конце эфира. Андрей Архипов, это один из тех, кто старается покупать диски понравившихся ему исполнителей. И очень часто отчитывается, кого купил на этой неделе, кого на той неделе. Говорит, что жена уже из дома скоро выгонять начнет. Но сегодня он там чуть раньше написал, что с женой вместе себя слушают и понимают, что надо покупать крутяшку. Ну, в смысле диск, болваночек, когда она выйдет. Что касается физического носителя, когда он будет-то? Вот мы надеемся к 16-му успеть. И там, смотря как финансово у нас получится с этим вопросом, вот появится он, что называется, вот артефакт такой. А вот вообще, вот еще, кстати, мы тоже как раз хотели сказать в эфире, так что там мы, в принципе, выкладываем свои альбомы и бесплатно. То есть можно навсегда найти. Но также мы сейчас еще и на iTunes пока только второй альбом выложили океанологам и картографам. Так что если кто хочет, может там его приобрести. Вот. И в ближайшее время... За символическую сумму. За символическую сумму, да. А и первый, и третий тоже, соответственно, появятся в ближайшее время, я думаю. Угу. На iTunes. Да. Вот это прозвучало сейчас за символическую сумму с такой грустью. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что для музыкантов творчество это в некотором смысле и заработок тоже. А с другой, мне кажется, уже давно пора привыкнуть к тому, что музыкантам надо зарабатывать на концертах. Все-таки, как ни крути, а нынче такое общество, я имею в виду потребительское с одной стороны, а с другой стороны интернет-технологии, и все это цифровая история уже съела. Как мне кажется, рынок полностью в данном случае. И если болванку покупают, ну, в смысле диск, то скорее так в музей, как в музей Поличереж, чтобы дома стояла красивая обложечка, чтобы это выглядело как-то. Трогать ее руками вряд ли будут, потому что все, что нужно, закачано в плеер в MP3-версии, и там вполне себе крутится. Константин вот что пишет. Любимая песня моей мамы. Никогда не думал, что она может звучать так. Но это же круто. А, кстати, на смс-портале, надо заметить, забыл, надо напоминать о нем периодически, да, 4647, короткий его номер. Сначала пишите свои про Бельчика, а дальше уже все, что хотели бы сказать. Мне больше нравится «Каждую ночь» Цоя в вашем исполнении. Жаль, ВКонтакте теперь не услышишь песни, что звучат в эфире «Живых». Кстати, интересно, почему. Когда вы были в «Живых» в прошлый раз, вы спели эту песню «Прекрасно». СК. Такая подпись у человека. Ну, это так, не более чем информация. И дальше этот же СК пишет, к слову, о стадионах. Ну, когда мы говорили о стадионах. — Артем, ты армейский болельщик. Ходишь ли ты иногда на матчи по ФК-ЦСК? — Ну, если честно, последние несколько лет не ходил. Потому что очень далеко ездить. — В смысле далеко? — Ну, они же Химках играют. — Сейчас в Химках играют, да, да. А это далеко? — Ну, прилично. От Чертанова далеко. — А, ну, да. От Чертанова-то, да. А где у них стадион-то будет, не знаешь? — Где-то от «Спартака» недалеко, на песчаном поле. Будет станция метро ЦСКА, тоже. — Твою мать. — Это «Спартак». А я объясню, почему. Мы живем в Красногорске. — Ну, да, да. — И едем по Волоколамке. — Ну, поняли, да. — И когда играет «Спартак» сейчас на своем стадионе, мама не горюет. Там и так с пробками все хорошо. А еще там рядом и ЦСКА построят, да? — Да, недалеко. — Понятно. Кажется мне, что я понимаю, зачем там сейчас строят развязку на Волоколамке, вот именно в этой части. Чтобы разводить болельщиков ЦСКА и «Спартака». Так, чтобы они как-то не пересекались. Так, значит, Андрей Архипов тот самый. Какой? 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 Человек возмущает. Какое бесплатно? Мы с ума сошли? Никаких бесплатно. А на что диски тогда писать? Ахма. Ну, человек готов платить. Понимаете, какая штука. Значит... А, Юлия объясняет мне, «В контакт удаляет песни кино и каверы в том числе». Ну да, типа «Авторское право» и все такое. Вот поэтому теперь эту песню, которая была спета тогда, уже не услышишь, ее, скорее всего, забанили. — Пока была. Вот буквально вот вчера, позавчера мы выкладывали. Да, наша кавера была. — Да, еще не было. — Не удалили пока, да. Пока еще можно успеть послушать. — Бегите, бегите, слушайте тогда. Максим Васильев пишет. «Не нашел в Ютьюбе клипов команда. Было бы интересно, кстати, о клипах». — Ну вот как раз-таки у нас была идея великолепнейшая. — Наш хит? — Да, клип на Бельмондо. Но теперь мы сомневались и, не знаю, даже. — Ты Бельмондо отказал. — Да. Ну да, там он должен был играть второстепенную роль. Он отказался от второстепенной роли. — Так как Бельмондо? Бельмондо и второстепенная роль? Ну как? — Ну так он должен был не себя играть. — А Бельмондо кто бы играл? — Ну это уже мы нашли бы актера похожего на Бельмондо. — Ну если серьезно, о клипах давайте есть они? — К сожалению, нет. — Мы сейчас так планируем, думаем вообще как-то все это сделать. — Просто хочется снять, чтобы действительно было интересно. Чтобы просто снять как вот перемешку то, что ну играет на концерте группа, там какой-то сюжетец, как большинство сейчас для простоты делает. Вот, не хочется. Хочется, чтобы прям полностью сюжет был и все, и прям кадры красивые. Вот, поэтому пока мы ждем, ищем режиссеров своих. — Ну как мы ищем? Мы просто, да, мы ждем скорее. — Ждем, мы ищем. — Ждем, мы ждем. — А у меня для вас есть, для Таина есть сюжет. Серьезно? — Да. — Ну не знаю, я когда слушаю эту песню, у меня картинка рисуется совершенно определенная. Определенная, четкая. Я почему-то себе представляю корабль, огромный океанический лайнер. Огромный. Океан, вечер, и на палубе этого самого огромного лайнера люди, которые танцуют, которые слушают музыку, люди, которые просто занимаются тем, что проводят время в отдыхе. Ну, обычно там же, пока через океан переплывешь, что-то делать надо. Вот они отдыхают, вероятнее всего. И вот на этой палубе, танцуя, общаясь друг с другом, вдруг появляется невероятной красоты женщина, которая обращает на себя внимание всех, даже других женщин. Ну, понятно, что баба смотрит на нее с ревностью, а мужики с интересом, естественно. Понятное дело, что и капитан корабля со своего мостика видит вышедшую на палубу, одетую почему-то в красное облегающее платье с мехами женщину. У капитана корабля тоже случается легкий приступ интереса, лайнер слегка сходит, так сказать, с курса. Ну, просто потому что капитан, обалдевший, очень долго пялится на эту особу. Дальше рассказывать? Ну, может. Мне кажется, проще на самом деле все-таки Бельмандову позвать. Вот, я понимаю, что это дорого, но если снять хорошо и красиво. Это да. На Москве, на Москве реке, да где-нибудь. Это целое кино. Да на «Авроре» надо снимать, просто в Питер поехать и так. Ее убрали сейчас. Давайте дальше, ребятки, что это будет? Дальше будет песня, называется «Гимназист», она с нового альбома также. Опять же, напомню, что сегодня-завтракусто представляет, презентует свой новый альбом «Декадент Нуво». И в основном песня звучит сегодня с него. Это большая, серьезная презентация. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». И распался на три части роман. Вот конец, твой юнец, носит форму гимназиста. Два по триста, три по триста. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушая Аертинского, клялись мне верности. Так низко поливы. Я слышал, как вы бились бедрами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но в этот вечер, в этот домный вечер, я вас встречу в подворотне встречу. Юное лицо гимназиста я размажу по улице санбатиста. Забирайте чемодан, бегите рысью до Кейптаун. Забирайте гимназиста на высокий скалистый край. Но в этот вечер, в этот домный вечер, я вас встречу в подворотне встречу. Юное лицо гимназиста я размажу по улице санбатиста. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо. Пум! В конце хороший был. Уже приехали? Пум! Красиво. 46-47 это короткий номер. Андрей вытер поцел. Ради этого пума, в общем, вся песня и писала. Я понял. 46-47 это короткий номер для смс-к ваших. Сначала пишите свои, пробельщик, а дальше уже, само собой, все, что хотели бы адресовать коллективу. Скорее всего, смс-ки сейчас отсылают те, кто вдалеке находится от компьютера. Бывает, знаешь, как с телефона, с гаджетой, ну и раз, пока напишешь в ВКонтакте, тяжело. А так, смс-ку раз и бросил. Но если вы поблизости, у вас гаджеты ваши позволяют, или там компьютер под руками, конечно, пишите в группу ВКонтакте. Группа, понятное дело, своего радио. Там под анонсом много кто-то чего пишет. Я вычитывать оттуда стараюсь. Ну, или в чате на планете, там, где картинка. Значит, как по мне, так песня «Гимназист» больше подходит акулам на прогулки, нежели завтра кусту, пишет Изи Войс. Вот вам, пожалуй, критика пошла. Критика. Вот это да. Так, и что скажете на этот счет? Ну, мы скажем, что риф как раз. Отпарировано. Да, отпарировано то, что риф тоже был в акулах. У нас просто было интро в одной мелодии, но так как мы это интро перестали играть, я подумал, что, ну, что ему пылиться-то? Что же, жалко же, лежит без дела. Да, хороший интро был, и сделали его проигрышем. И акулы эту песню не играют. А, кстати, кстати, я не помню, говорили мы в прошлый раз об этом или нет. Акулы на прогулке играют песни «Завтра к кусту», а завтра к кусту играет песня «Акул на прогулке». Или нет, принципиально это не делается? Ну, вообще принципиально вроде пока не делали. Я не знаю, так вроде. Ну, нет, мы не планировали так делать. Ну, да, вообще не думали, да. А просто интересно. Ну, некоторые песни, вот мы «Чёрный джин» начинали делать в акулах, но тоже как-то она не пошла абсолютно, по-другому звучала. А в кусту мы, грубо говоря, ну, некоторые вот песни вот и есть, которые тоже не подошли акулам. Ну, да, без энтузиазма как бы восприняты они были. Всё-таки акула всё-таки там кардинально другой просто всё, и по стилю. Тексты где-то, понятно, немножечко где-то есть. Здесь в кусту есть немножечко всё-таки эстетство какое-то есть, а там просто жесть. Завтра кусту одна из самых эстетских групп, по крайней мере, на горизонте, который я обзреваю. Есть они, но и одни из тех самых, кто как раз к эстетике музыкальной имеет отношение прямое. Тут вот Максим спрашивает, а что за ударный инструмент у Андрея? Это дарбука или что-то другое? Давайте вытащим Андрея к микрофону. Ну, хотя бы раз-то надо поговорить. Микрофон. Расскажи, пожалуйста, на чём ты играешь, имея в виду тот инструмент, который у тебя сейчас, извини, между ног. Ну, как-то он так стоит же, правильно? Джемби. Джемби. Вот это вот и есть, тот самый джемби. А вот эта понятная штука, непонятная для меня, вот эта, как называется? Чаймс. Чаймс? Чаймс. О, да. Всё просто. О, да. А что у тебя там ещё есть? У тебя там тоже много всего. Шейкер, тамбурин. Шейкер? Шейкер. Шейкер, тамбурин. Иностранец сегодня у нас в студии, который играет на непонятных, по названию, не на самом деле понятных, мне просто важно, чтобы люди тоже понимали, что у тебя в ассортименте, так сказать, в твоём имеет место быть. Спасибо большое, ответили. Это джемби, Максим. Это не дарбука. Дарбука вообще несколько иначе, она уже меньше по размеру, она узкая, правильно? Дарбука-то маленькая, ручная. Да её подмышку и туда там. Ну, вот и всё. Это ты подмышку особо не впикнёшь. Ну, может. Хотя, опять же, есть у нас, был теперь уже бездействующий боксёр один, российский, если помните, которого я когда увидел, думал, что пятикантропол... Не, он реально оказался реальный. И, кстати, умнейший человек, между прочим. Умнейший. Ну, не зря депутат. Забыл фамилию я его. Валуй его, господи, прости. Да, кстати, оказалось, что человек образованнейший. Вот как внешность иногда бывает. Обманчиво. Вот. А глядя на Кличко, мне казалось, что человек должен быть умным, он же профессор, и когда слушаешь, как он говорит... В общем, совершенно иная какая-то вот... Иногда, мне кажется, внешность нужно откладывать. Она обманчива, страшна. Особенно у боксёров. Да. Я почему вспомнил про Валуева? Просто ему вот этот инструмент, твой джемби, он как Дарбука подмышкой бы смотрелся абсолютно легко, на палец, да. Так, вот кто мне скажет, что за тенденция в последнее время у исполнителей на два фронта работать, Андрей Демен спрашивает. Иметь параллельно две группы, похожие зачастую по стилистике и исполнению. Не понимаю. Не, Андрей, завтрак Кусто никак не похож на Акул на прогулке, совершенно два разных стиля. Но поговорить об этом тоже можно. На мой взгляд, это тенденция не только сегодняшнего дня и не только в России. Есть масса примеров и на Западе, когда музыканты играют в одном коллективе для радости и удовольствия, и в другом коллективе для не меньшего удовольствия и радости, но, правда, там другая стилистика. Что вы думаете по этому поводу? Да есть люди, которые в пяти, в шести коллективах играют, я не вижу, если не мешает там основному, да и что мешает? Катя пошла, Катя пошла, подожди. Да, вот сейчас. Вот я могу сказать, почему, как бы, так делают некоторые, вроде меня. Ну, ты присаживайся, пожалуйста. Как бы, ну, люди, они вообще существа корыстные иногда бывают. Что, только из-за бабла? Не, 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 ну какой бабло? Ну, а куша корыстная. Нет, корыстная в другом плане. Вот, например, играю я, играю и слышу, что хорошо так же играю не только я, но еще, например, какая-нибудь группа, как, например, группа небослов. Мне понравилось в свое время. Думаю, прикольно, блин, они вообще всякие такие фишки делают, которые мы не делаем. И, причем, мне как бы, ну, понятно, конечно, как они это делают, но хотелось бы влиться в процесс, посмотреть это изнутри и, как бы, и потом притворить в своем творчестве. Ну, я такая немножко поиграла. Ну, украсть, украсть немножко. Ну, я сказала, мне кажется, более, как бы, это... Ты корректно сказала, я перевожу на русский, так. Ну, вот, поиграла, послушала, как бы, посмотрела, пришла к себе, там, что-то привнесла. То же самое с «Завтраком кустово». Вот у них, например, обалденная работа, много с чем, вот, но, в частности, с бэк-вокалом. То есть на, если вы заслушали альбомные записи, там очень много-много-много голосов. Как Тёма это делает, у него просто вот именно талант к тому, чтобы настроить, короче, огромную надстройку над основным вокалом из кучи еще голосов. Это редкая история, и это очень сильно обогащает звучание. И плюс еще работа со всякими такими инструментами, которые не инструменты. То есть там игра на бокалах, игра, там, вообще, там, на воде, там, льющаяся откуда-нибудь, куда-нибудь, какой-нибудь вилкой, там, по столу. Вот эти все звуки, они присутствуют в записях «Завтраком кустово». Мне всегда это очень сильно впирало, именно вот этот момент. Как бы, мне вообще нравится такое. Допустим, есть такой зарубежный исполнитель Кока Росси, да, ну, в смысле, она Кока Росси. Вот у нее часто тоже такое, на заднем плане, там, происходят всякие бытовые шумы, как бы, которые круто вписаны в музыку. Мне хотелось посмотреть, как они это делают. Тем более, я знала, что они записываются дома в шкафу. Как бы, на этот шкаф мне было интересно посмотреть. Так, подожди, секунду. Да, я сейчас немного рассказала. Не-не-не, ты подожди, ты оставайся пока. Дома в шкафу, это что значит? Ну, вот, по-своему расскажу. Не уходи пока. Ну, там не совсем шкаф, просто, чтобы найти хорошее звучание вокала, мы... Я в первую шкафу как раз. Ну, первый это шкафу, я говорю, ты уже просто, уже в прошлом у нас, мы уже в другой... Вышли из шкафа. Вышли из шкафа, да. Теперь мы поем в диски, просто полка с дисками, мы теперь в нее поем, ну, и с книгами. Вот, а до этого, да, просто замечательно, там был просто шкаф с одеждой, вот, полочка, там разложили все, футболочки, кофточки. И Артем, да, залезал туда головой, и вот так вот пел просто. Пел? А как можно так петь? Неудобно же, связки натягиваются. Натягиваются, ну, что ж, вот, может быть, поэтому такое звучание получилось. Все натянулось, и вот так вот и стрельнуло. Ну, вот, мне тоже очень хотелось, как бы, спеть вот этот шкаф, собственно, что я и сделала, как бы. Вот, а потом ты возвращаешься в трижды три и думаешь, как бы, какой бы, там, может быть, комод, там, ну, чтобы уж не совсем спереть, как бы, идею, да, как бы, там, может, я не знаю, в ванной попробовать. Ну, в общем, то есть просто черпаешь какие-то свежие, крутые идеи у других исполнителей, и не факт, что ты прям точно так же потом у себя сделаешь, естественно, но ты чему-то можешь научиться, ты можешь зарядиться какими-то новыми, просто новой энергетикой какой-то, которая тебя хотела. Особенно, если тебе где-то в душе это близко, человеку, пишущему, много чего близко, мне кажется, если он интересуется, конечно. Вот так. Спасибо, большое спасибо. Это была Катерина Хмелевская. Грубно, проект, надо говорить, проект «Трижды и три» и группа «Завтра» КУ-100. Ребятки, надо бы, наверное, петь дальше уже, но прежде чем вы это сделаете, я прочитаю сообщение от Ильи. Хорошо, что такая музыка затерялась в веке 21-м, ибо здесь без «Завтрака» КУ-100 было бы тоскливо и, мягко говоря, одиноко. Их песни живут, рисуют такие, живо рисуют такие сюжеты, что спасибо богатой фантазии переносишься то в сумрачный Лондон, то видишь прекрасную и совсем иную Америку. Я же говорю вино. Человек уже через полтора часа эфира хмель абсолютно накрывает. Уже видишь и Америку, и Лондон, и, скорее всего, и Париж рисуются на горизонте. Это и есть музыка «Завтра КУ-100». Ну, а, кстати, вы споёте всё-таки ту песню, с которой началось ваше сотрудничество с Катей Хмельевской? Да, вот мы как раз началось, а мы сегодня закончим. Да, мы началось, а сегодня закончим. Хорошо, замечательно. А что тогда будет дальше? А дальше будет песня, которая называется «Сквозь туман» у нас, второго альбома. Вот, привет, Паша Чехов. Да, мы сейчас слушаем тебя. Да, в Тае, да. Если вдруг, да, услышат, чтобы не обижался, если что. Ну да, он уехал навсегда от нас. Почему? В Таиланд. А, туда, говорят, многие навсегда уезжают. Потом возвращаются, правда. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Завтра КУ-100». Поехали. Спасибо. Западные кромы солнцем исчезали, где-то сверкали мушкеты. Рядом с висками пули, рядом с висками пули. Рядом с висками пули хлистали и в ближнем бою в рукопашной сходили. Лезь фронтами, сходили с фронтами. Я и я пробирался сквозь туман. Я и я скинул свой доломан за перевалом. Ждет покой и жена. Ваустерлицы стреляя на глицепатроны. Кончались приказы сражаться штыками. Сражаться штыками. Баустерлицы стреляя на глицепатроны. Я и я скинул свой доломан за перевалом. Ждет покой и жена. Я и я пробирался сквозь туман. Я и я скинул свой доломан. За перевалом ждет покой и жена. Я и я скинул свой доломан. Вот опять же, когда говорят о концепции, я понимаю, когда альбом получился французский. Концептуально вдруг так вышло, что случайность, я уж не знаю как, очень много упоминаний о Франции. Но когда люди с умным лицом говорят, вот мы эту песню не взяли в этот альбом, потому что она по концепции не подходит, я слушаю весь альбом и эту песню... Он, по-моему, лежит там же, где и лежал. Но они почему-то говорят, что это по концепции не подходит. Я даже как-то уже по эфиру, люди мне как-то пытались мне тупому объяснить. Народ писал, что такое концепция. Что такое концепция, я как театральный режиссер хорошо понимаю. И как обыватель я хорошо понимаю. Но что такое по концепции песни не подошли, скажем, в этот альбом. Ладно, если человек, вот напомнили здесь про Юзленко, ладно, если он пишет песни более такие приличные, это группа знаки, менее приличные, это группа, потому что, допустим. Ну, тут можно как-то понять, да, разницу. Ладно, Акулу на прогулке это одна история музыкальная прежде всего, ну и смысловая. Завтрак у стой это другая, вот тут в конце. А когда одна группа пишет песни, 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 потом компилирует их в альбом, и вдруг оказывается, что три штуки просто не вошли, ну, просто не поместились. А почему вы их не вставили в альбом? Они по концепции. Что за концепция такая? Вы можете мне объяснить? Ну, там есть несколько. Во-первых, мы привязываемся к местам, да, в смысле географическим. Ну, это у нас во всех, в принципе, альбомов тогда... Ну, сквозь туман, например, она не подошла. Потому что... Почему? Я тогда не был. А, ее просто тогда не было. А, в смысле, была она, а уже в другое подошла. Да. Сквозь туман это вообще, она же это как... Военная песня, да. Да, мы в тысячу восемь... Ой, в 2012-м написали. Не, но она была посвящена 1812-му. Да, и очень... Да, мы две песни, одну как раз для Акул написали, а другую для Паши Чеха и его группы, или просто сольно как-то что-то нас спросили. Вот, но... И как-то эта вся история там заглохла именно с его кавером, и мы решили в кусто записать ее, и как раз думаем, ну, пусть тогда Чех нам и подпоет. Но мы не учли того, что он Чех, и слова в этой песне очень сложные. Паша мучился над пятью предложениями, ну, я не знаю, час, наверное. Но смог же. В итоге смог, идеально вышло все. Прям лучшая традиция. И цислетали. Вот поэтому-то я тоже всякий раз теряюсь в догадках, что, значит, не подойти по концепции. Когда есть, ну, скажем, масса коллективов есть, за что я, кстати, их уважаю во многом, песни разноплановые. Да, группа может... Ну, как после 11-ти, например. У них то рок-н-ролл, то совершенный фолк абсолютный, то джаз. Люди... И при этом ты их узнаешь, ты понимаешь, что это именно после 11-ти. Вот как им собирать песню в один альбом, я с трудом себе это представляю правду. Но они же собирают. Они же не говорят, что у нас по концепции не подошло. Ладно, бог снять концепции. Вот человек пишет интересную вещь. Поставила варить гречку, а она почти поджарилась. Не буду больше готовить во время живых. Где-то были у меня макарошки, после 10 вечера сварю. Прошлась яичница, это как его, когда играли с кустов прошлого, кто-то яичницу сжёг. Да, кто-то сжёг. У нас не в первый раз так случается, когда человек готовится к программе, вроде послушать, заодно поесть, а поесть просто забывать. И про то, что там где-то что-то жарилось, уже, в принципе, из головы это вылетает. Надо барана тушить, он 5 часов тушится. Да, просто. Светлана пишет, что всё подходит, чем разнообразнее, тем лучше. Не утомишься, но я тоже так считаю. Можно совершенно нормально свои песни собирать в один альбом, не думать ни про какую концепцию. Бог с ней. Теперь давайте-ка, наверное, у нас ещё есть возможность петь, и есть такая необходимость. Давайте что-нибудь ещё. Это тоже с альбом вышло. Сейчас старая добрая песня, она называется «Атлас мира». Старая добрая, действительно, эта песня из родации своего радио, её хорошо знают, поэтому спасибо, что не забываете о хитах. Как всегда, живой звук в программе «Живые», завтра, кустой здесь, сегодня. Погнали. 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 И не надо, и не надо. Совершенно незачем этого делать. 46-47, это короткий номер для смс к ваших. Свои, пробел, а дальше, само собой, ваше сообщение. Группа ВКонтакте, чат на планете РУ, там, где картинка, чат на сайте своего, пишите всюду. Значит, Максим пишет вот, что интересно, у кого и где можно услышать музыку завтра как у 100. Ну, то есть, для кого еще пишут или писали? Были такие эксперименты? Для кого? Маргоша, Маргоша. Не, ну мы для нее не писали, она просто с нами пела. И вообще, она тоже наша хорошая подруга, очень хорошая певица. Но мы ничего не писали для нее. Не, пока мы, кстати, как-то, да, ни для кого не писали, по-моему, даже так. А, ну вот сейчас на наших, а про оперного нашего друга. А, да, вот. Но как раз вот у нас есть интересный проект. Вот обычно, как вот музыкантам пишут, записывают каверы, мы в том числе. А тут мы решили сделать интересный кавер, чтобы нам сделали каверу. Вообще. Не понял, да поясни. На нашу песню сделали кавер. На нашу песню сделают кавер, да, с нового альбома вот этой песни. И там будет очень интересно. Она у нас просто обычная баллада, а вот мы вот попросили Катю ее очень интересно обыграть. И вот Саша Коренков... А Катя не в курсе, между прочим. Она сейчас, судя по глазам и по мимике, она так слегка в шоке. Как это? Подожди, подожди. Просто забыл. А, строго уже, да. Как раз следующую песню. Понятно. Катя Лукравит. И Саша Коренков, оперный певец, поет оперным голосом. То есть будут просто клавиши и фортепиано, и вокал оперный. Вот так вот. Да, да. Офигеть. Сам не сделаешь, ты не заставишь кавер записать, никто не запишет. Ну, в общем, сам себя не похвалишь. Да. Понятное дело. Ну, а он как? Он сразу согласился или силой? Да, мы замечательно подружились буквально недавно. Как раз вот в стереоскопе-то мы играем у него. Он нас туда и позвал презентацию сделать. Крут. Да. Сейчас, когда ты рассказывал про оперного певца, клавиши оперного певца, я тут же и ты еще так руками сделал. Ну, вот, как дирижер делает. Я буквально сегодня у себя в профиле в Фейсбуке, правда, репостнул очень интересное видео. Очень интересное. О, круто. Очень интересное видео. Там дирижер женщин. Вообще редкий случай, когда женщина-дирижер. Но как она дирижирует? Вот когда посмотрел я это видео, я понял, зачем нужен дирижер. Я всем задавался вопросом, нафига дирижер умным, взрослым, профессиональным музыкантам, которые знают, что они делают, у них в нотах все написано. И, кстати, здесь были артисты, ну, то есть музыканты, которые имеют образование и дирижерское в том числе. И каждый из них в полголоса говорил, правда, дирижер не нужен. Зачем? Совершенно лишнее дело. Стоит, машет, дурак палкой. Вот я увидел это видео. Кстати, можете заглянуть ко мне в профиль в Фейсбуке. Я не помню, как называется эта штука. По-моему, аргентинская или как... В общем, латиноамериканская девица дирижирует оркестром. Это снято таким образом, чтобы видно было вот лицо, и она не спиной, а вот с лица. Братцы, такого шоу я еще не видел. Никогда. И дело даже не в том, что она женщина-дирижер. Как она это делает? Как? Только странно, что музыканты в ее сторону даже не смотрят. Но как она это делает? Вы бы посмотрели... Очень рекомендую, посмотрите. Это правда круто. Так, у нас с вами еще как минимум две песни, правда? Хочется, да. Хочется или, может, больше? Не, мы можем три, но с учетом самые суперновые. Суперновые, да, три. А так у нас, да. Так давайте тогда самую суперновую сейчас. Сейчас, да. А там будем разбираться уже, чем мы с вами еще делаем по времени остается. Так, мы что, тебе подыграли на тамбурине, Тема и Шекере? Да. Давай на басу лучше. Я ее не знаю, аккорды. Да, никто не знает аккордов, поэтому это вообще впервые исполняется. Совсем новое. Вообще, и даже друзья практически не слышали. Ну, давайте будем, мы дадим, в том случае мы сейчас, что называется, вам все простим. Ну, сделайте джемчик, ну, походу, что-нибудь каждый начнет наигрывать, и все. Как называется песня? Песня называется «Томаты из меди». Она как бы типа алюминиевые огурцы. Только томаты из меди. Интересный какой поворот. Ну, давайте. Только микрофон не путай, Тема. Спасибо, спасибо. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня завтрак у 100 с томатами из меди. Абсолютная премьера. Поехали. Чай на столе. Этот вечер не станет таким, как другие. Сегодня в Йоркшире мы посадили с тобою в саду. Томаты из меди для истинных леди и благородных мужчин. Из этих жемчужин будет нам ужин. Будет ужин и им, и может быть, о нас напишут «Даймс». Не может быть, покажут BBC о том, что, о том, что мы вчера разбили сад. Солнце взойдет и закончится бренди в раздутых бокалах. Сегодня парад в нашу честь. Наши помидоры – все люди. И может быть, о нас напишут «Даймс». И может быть, покажут BBC о том, что, о том, что мы Вчера разбили сад, о том, что сад вчера разбили мы. О том, что мы вчера разбили сад, о том, что сад вчера разбили мы. А я бы даже не сказал, что музыканты нот не знают. По-моему, все вполне. Очень красивая вещь, правда. Спасибо за премьеру, спасибо за доверие, спасибо за то, что именно здесь, в программе «Живые» на своем, эта песня вообще впервые прозвучала. Это круто. Вот тут Максим Васильевич пишет. Вторая часть вечера мне больше нравится. Может, потому что в жаркий летний вечер пиво, приятное после работы, действует. Максим, нельзя под эту музыку пить пиво. Вы же сейчас деньги на ветер. Потому что с душой никак не коррелирует. Вино пить нужно. Хорошее вино. Достойное. Когда я говорю «дорогое», я имею в виду долгой выдержки вино. Такое эстетское. Ну, какое ж пиво-то? Пиво под другую музыку, мне кажется, хорошо идет. Да. Ну, ладно. Это не моя задача учить питью, правильно? Поэтому я этого делать и не стану. Значит, Сергей Малевин написал. «Привет, живые. Опять дороги. Слушаю с огромным вниманием. Давно знаю и люблю эту группу. И сегодня, как всегда, в полнейшем очаровании». Хорошо, спасибо. Хорошо. Когда такие комплименты делают мужчины? А на самом деле я могу сказать, что у своего радио по статистике 80% мужской аудитории, причем в возрасте 30, 30 с небольшим, такая молодежь, но уже с нормальным мозгом. Это уже не дети. Они уже понимают жизнь. Особенно приятно это осознавать, понимать, что на вас реагируют взрослые, зрелые уже мужчины. Это же хорошо. Ну, может быть, конечно, какая-то здесь есть и какой-то процент и на Катю реакции. Естественно. А как же? Ну, а как же? Но, с другой стороны, все равно музыка есть музыка. Это очень круто и очень здорово. Еще две, так я понимаю, вещи, да? Две, да. Давайте попытаемся их все-таки успеть спеть. Очень хотелось бы. Меньше потрещим, больше поиграем. Правда же, времени осталось совсем немножко, а альбом надо как-то допрезентовать сегодня. Как называется песня? Следующая песня называется «Скаромуж». Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня-завтра кустом. Поехали. Старые ковры стелят министрели, Разожгли костры, Трубатуры греют Своих печальных дам. Прячется верболь За спиною в чаще Ищет поюней Ищет кто послаще Подайте серебро Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Не спеша Бедный скоро муж Ходит между ними Вырывает сердце Подарок герцогене Грудь его почти пуста Бронзового льва Продают цыгане Он умеет петь И сверкать глазами Люди разевают рты Лай-лай-лай-лай-лай До них нет дела Безъеденно дошел Он уходит вновь Табор не спеша Лай-лай-лай-лай Лай-лай-лай Лай-лай-лай До них нет дела Изъеден над душа Лай-лай-лай Лай-лай-лай Уходит вновь Табор не спеша Лай-лай-лай-лай Лай-лай-лай Под винные звуки Завтрак кустом То есть винные звуки Уже стало Хорошо, что я такую мысль Но Андрей Демьян Написал, мне кажется Совершенно очаровательную штуку Рабочий день закончился И славно И ночь близка Сейчас бы тяпнуть Граммов сто И вроде бы поужинал недавно Включил живых Позавтракал кустом Это просто браво, Андрей Просто браво Какая будет финальная песня сегодня? Финальная песня Как раз будет именно та песня С которой началось Наше сотрудничество с Катей И она называется Черный джин Спасибо огромное За то, что были у нас Спасибо, что презентовали Свой альбом именно здесь На своем программе Живые Завтра в программе Живые новый альбом От группы Рейс Кто не очень в курсе Это Андрей Копров Теперь называется Группой Рейс Вы знаете этого артиста Поэтому рекомендую Прислушаться и завтрашнему эфиру тоже Всем пока, до завтра Поехали Черный джин Восточный глаз На берегу Увидит нас Все разбегались На ле Все разбегались На ле Тула Вил Знал каждый третий Мертвецы в порту И марокканский ветер И марокканский ветер Новая Новая история Океанов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей Черный джин За душу дал Один реальный матрос Такой монеты И не Большой монеты И не знал Что так Рвутся паруса Седой моряк Когда и больше Выпил Когда и больше Выпил Новая Новая история Океанов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей Черный джин Знал каждый третий Мертвецы в порту И марокканский ветер И марокканский ветер Новая Новая история Новая история Океанов И больших морей Новая Новая история Ураганов Бетых кораблей Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова